ДИСКЛЕЙМЕР ДИСКЛЕЙМЕР У меня клёпа на этом всё, ну да. О! Ну как-то... Ну плюс там физической сопротивляемости пускай будет. Ладно. Чувак у нас в латах есть. Что значит нужен ключ? Заломать не можешь. Я постараюсь. Ах, как ты постарается он. Ладно, идём. С тёщей побазарим. О! Алистер, ты тут? Ну что, видишь? Вот он твой приятель серый старый. И пёса здесь? Не стоит так волноваться, друг мой. Ты жив? А я думал, что тебя уже нет на свете. Ну да, жив-жив. Так. В порядке, спасибо, что беспокоишься. Просто не могу поверить. Если бы не мать Морган, мы с тобой валялись бы мёртвые на вершине той башни. Вот только не надо говорить мне так, будто меня здесь нет. Флемет. Прошу прощения, я не хотел. Но как же нам тогда тебя называть? Ты так и не сказала своё имя. Имена красивые, но бесполезные. Хасинды зовут меня Флемет. Полагаю, этого достаточно. Как? Та самая Флемета, которую рассказывают легенды? Она же сказала Флемет, а не Флемет. Значит, Давид был прав. Ты ведьма диких земель, да? И что это меняет? Да, я немного знакома с магией. И вам обоим это пригодилось, верно? Так, ну а почему ты спасла-то? Ну нельзя ведь допустить, чтобы в одночасье перебили всех Серых Стражей. Кто-то же должен разобраться с порождениями тьмы. Во все века долг Серых Стражей состоял в том, чтобы объединить все земли в борьбе с Мором. Или я не заметила, как это изменилось? Этот край трудно назвать единого, а все Логейн. Это же бессмысленно! Зачем он так поступил? Хороший вопрос. Сердца людей порой чернее любого порождения тьмы. Ну блин, предатель урод. Быть может он решил, что Мор – это обычное войско, и умелыми маневрами его можно перехитрить. Быть может он не понимает, что истинная угроза – это зло, которое стоит за порождениями тьмы. Архидемон. Так, чтобы тут столько выбора. Значит, должны победить этого Архидемона. Сами? Ни один Серый Страж еще не побеждал Мор в одиночку, без помощи объединенной армии нескольких стран. Не говоря уж о том, что я просто не знаю, как это сделать. Не знаешь, как убить Архидемона или как собрать армию? Сдается мне, это два разных вопроса. Разве у Серых Стражей в наши дни нет союзников? Я… я не знаю. Дункан сказал, что король призвал Серых Стражей из Орлея. А ведь Эрл и Омон этого ни за что бы не поддержал. Эрл и Омон. Эрл Рэдклиффа. Вот что я думаю. Эрла и Омона не было при Остагаре. Значит, его армия уцелела. И кроме того, он дядя Кайлона. Я его знаю. Он хороший человек и в собрании земель его уважают. Ну, конечно. Мы отправимся к нему в Рэдклифф и попросим помощи. По-моему, это замечательная идея. Такая решимость. Очень занимательно. Я пока еще не знаю, хватит ли нам помощи одного только Эрла и Омона. Он не сможет победить Орду по рождению Тьмы в одиночку. Так, ну наверняка мы сможем найти других союзников. Ну, конечно же. Соглашение. Серые Стражи могут потребовать помощь от гномов, эльфов, магов и многих-многих других. Все они обязаны помогать нам во время Мора. Может, я и старуха. Но все эти гномы, эльфы, маги, Эрл и Омон и прочие, все вместе они могут составить то, что зовется Армией. Так мы и вправду можем это сделать. Отправиться в Рэдклифф и еще куда-то и собрать армию. Ну, почему бы и нет? Всегда весь так Серые Стражи поступают, да? Так вы решились? Вы готовы быть Серыми Стражами? Ну, что за резко такой вопрос? Спасибо тебе за все, Флемет, короче. Нет, нет, это вам спасибо. Это же вы, Серые Стражи. Ты что, охренела? Итак, прежде чем вы уйдете, я могу вам предложить еще кое-что. Шо, дочку свою, что ли? И похлебка, мама милая. У нас два гостя к вечерней трапезе? Или ни одного? Серые Стражи скоро выходят, девочка. Ты отправишься с ними. Ну, так вот бабу нам подсунула. Что? Ты меня слышала, девочка? Вроде как уши у тебя есть. У меня, кстати, тебе сапоги там завалялись. Ну, думаю, отличная идея, пускай идет. А мне нельзя сказать? Ты годами мечтала выбраться отсюда. Настал твой шанс. А вы, Стражи, считайте это платой за свою жизнь. Че? И что, таков был твой план? Простите, но у меня сложилось впечатление, что вам нужна помощь... Да, да, конечно, не вопрос. Не хотелось бы смотреть дареному коню в зубы, но не добавит ли она нам проблем? За пределами диких земель ее будут считать вероотступницей. Раз вы, юноша, не хотите помощи от незарегистрированных магов... От несертифицированных. Разумно. Мама, не так себе я это представляла. Я даже не готова... Так будь готова. Твои должны помочь Ферлдену в борьбе с порождениями тьмы. Там че-то пес уже скулит. И нужна им, Морриган, без тебя им не справиться. И Мор погубит нас всех, даже меня. Я понимаю. А вы, Стражи, все понимаете? Я отдаю вам самое дорогое. И делаю это, потому что вы должны справиться. Ну, ладно, понимаю. Позволь мне собрать вещи. Хватит уж базарить. Собираю вещи и уходи, как говорится. Я в вашем распоряжении, Серые Стражи. Полагаю, сначала мы отправимся в деревню к северу от диких земель. Это недалеко. И там вы найдете многое из нужного. Круто. А если хочешь, покажу дорогу, я храня молчание. Выбор за тобой. Так, а что выбирать-то? Говори начистоту. Ты пожалеешь о своих словах. О, мама милая, как ты нежна со мной, выбрасывая за порог. Я с теплотой об этом буду вспоминать. Чего? Я всегда говорила. Если хочешь чего-то, сделай это сам. А не то будешь лет сорок слушать нытьё. Просто, ты действительно думаешь взять её, потому что её мать этого хочет? Ну, вообще, у нас помощь, да, действительно нужна. Ладно, это действительно так. Серые стражи никогда не отказывались от союзников. Я очень рада одобрению твоему. Ладно, пора выходить уже. Мама, прощай. Не забудь про похлёбку на костре. Меньше всего мне хочется вернуться на пожарище. Ещё чего. Уж скорее ты вернёшься и увидишь, что Мор поглотил всю эту землю вместе с моей хижиной. Я... Я лишь хотела сказать, что... Да я знаю. Постарайся развлечься. Какое ещё развлечься? Так. Алистер одобрейд, Морриган одобрейд. Задание обновлено. Природа зверя. Какие-то задания, блин, куча. Надавали. Так. Воин. Давайте я, короче, силу. Ловкость. И телосложение. Чё так это дохлый. И вообще силу можно не качать ему. Силу у него и так нормально. Давайте ему. Психическая устойчивость. Решимость. Маги с высокой силой могут больше заклинаний. Ай. У нас мана ему не нужна. Давай, короче, сила. Навыки. Исключительно боевая подготовка. Вот это вот берём. И. Воин. Запугивание. Поднимает вызывающую позу, пока действует способность враждебных противников. Привлекает оценение. Провокация. Насмешливый крик. Привлекает внимание врагов. Чего. Их враждебность к воину. Блин. Оружие и щит. Так. Щитовая оборона. Ммм. Переходит в защитную стойку. Получаю бы на защите повышенный шанс отбить дистанционную атаку. Угу. Давай это запугивание. Так. Ячейки тактики. Что у нас там с фоллаут тактиксом. Драчун. Драчун. Блин. Выборочная. Пёса у нас только три ячейки. Всё. Активировать укрытие щитом если атакован дальнобойным. Враг здоровья больше. Удар щитом. Толчок щитом. Надо всё. Защитник если он драчуном. Ммм. Лучник. Всё. Защитник. Короче. Давай. Погнал. Поведение. Вступательное. Всё. Так. Я ещё хочу кое-что посмотреть. Отряд двигается свободно. Это что значит? То есть я вот пойду то они за мной пойдут. Да. Точно. Ёшкин ты кот. Блин. Я мучился. Столько времени. Так. Где-то посреди диких земель. Ну идём. Вообще мне торгашабых земель найти. Там только флемет. Больше ничего. Карта мира. Это выход. Ну давайте. Здесь больше ничего нет. Только выход на карту мира. Да? Ммм. Вообще типа не ясно куда идти. А то я мучился там всех выбирал. Всё. Карта мира. Идём. Фирал Дэн. Ну это что? Ижин Афлемет. Это мы здесь находимся. Мы можем только в лотеринг сейчас переместиться. Больше в принципе никуда. Или стоянка отряда. Лагерь разбитый отрядом. Давайте сюда. Посмотрим. Здесь у нас здесь пёса. Я здесь короче могу всякой фигнёй заниматься. Отдыхать. Насколько я понимаю. Вот. Лагерь посреди земель. Там Морриган сидит. Тут короче всех кого мы найдём здесь будут тусоваться. И по моему. Так. Подожди. Здесь же торгаш. Нет? Нет. Здесь только Алистер пёса. И я. Ладно. Идём на сменить отряд. А. Вот это вот можно сменять отряд. Хорошо. Всё. Карта. Так. И. Уходим короче. Вот это вот выход да на карту мира. Угу. Жалко что торгаша нету. Ну. Я думаю мы найдём его. Да. Всё. Принять. Нормально. Не понял. Подожди. Пёса. Всё. Ну да. Без пёса блин. Шутите что ли. потиху идём кровавой поступью. Глянем что тут у нас. Да не Рим. Я рассчитываю что каждый из вас найдёт нам людей. Нужно восстановить потерянное при Астагаре. И быстро. Да ты шо. Многие готовы сыграть на нашей слабости. Позволь мы им это. Мы должны отразить нашествие порождений тьмы. Но действовать благоразумно. И без колебаний. Ты уже подействовал уже. Разрешите. Вы объявили себя регентом при королеве Аноре. Вы утверждаете что мы должны объединиться ради нашего же блага. Но как быть с армией потерянной при Астагаре? Ваш приказ отвезти войска был... неожиданным. все что я совершил было сделано во имя независимости я верно служу трону и вы должны поступать также к злина ты не станут вам кланяться только потому что вы этого требуете я никому не позволю угрожать нашему народу не вам никому другому бантеган прошу вас милете он рискует начать гражданскую войну если бы амон был здесь где он бантеган мой отец поступает так как должно сделал ли он все что должно для спасения вашего супруга какие-то дворцовые интриги в общем как видите подъем господа к нам идут новые клиенты и ведет их похоже вон тот парень как-то они не очень похожи на остальных может просто дадим им пойти чепуха привет вам путники разбойники должно быть грабят тех кто бежит от порождения тьмы разберемся глупости преградить нам путь я предлагаю проучить их ты что хренел так тебе стоило прислушать своего приятеля мы не беженцы что я тебе говорил у них нет ни одного фургона и этот вдобавок вооружен дорожную пошлину платят все ханрик вот почему это дорожная пошлина а не скажем налог на беженцев да точно даже если ты не беженец все равно пати сейчас заплачу не мечтайте не стану платить не скажу чтобы такие речи пришлись мне по душе у нас тут знаешь ли свои правила да ты что значит нам придется обыскать мы твой обыщем ну что ж попробуем не хочу его запугивать ладно от болтовни никакого проку кончайте с ним еще значит кончайте я говорит так собаку надо прокачать нельзя повысить так ладно предводителя валим первым делом ты под сантре заходишь сзади к нему и вот так вот и матче тверочкой удар смерти вообще не мощная так где этот предводитель убежал блин алистер валят целебную при парочку ему так троечку час так завалили мы это не были 5 алистера варят валят ну что это такое возьмем тогда блин мы же просто пытаемся свести концы с концами пока порождение тьмы всех нас не изничтожили выбрали не ту жертву ну да конечно мы были недостаточно осмотрительный ночью 2 алистера завалили я хочу звали так теперь умрите это все что вы заслуживаете я не сдамся без боя до 1000 а каллистер поднялся лечимся так все во первых напали на него завалили так алистер давай лечись еще вай валим вот это вот разбойничка алистер блин ты будешь лечиться или ты не будешь это уже кстати при парочка пригодится а а а а а а а а смеется все готовы лично мертвых храмовник дали он рыцаря внутри этого золотого медальона изображена прелестная молодая шатенка рассказать что он нежно любил сна погибший храмовник чего ты хочешь от меня забудь ничего не хочу я хотел в разбойнике покопаться птичка клёпаный кожаный доспех третий уровень вываренная кожа мы берем требуется 12 сил а броня у него получше отумляемость правда побольше ну ладно течечек зато понабрали ящиках покопаемся пусковой механизм ловушки он стоит интересно так надо по выбрасывать какого говна например второй уровень это например так а посох порождение тьмы если я дам морриган интересно что будет что так делать этот этот посох второй уровень а у нее третий уровень так что нафиг не надо так и какие-то боты у меня там магические были пора чародея а у него вообще никаких ботов нету поэтому давай-ка одевай перчик какие-нибудь легкие сапоги так это плюс 6 защите но нормально в принципе вот это шанс уклониться от снарядов плюс 1 броня ну да ладно хорошо все закончили с этим делом идем дальше так пёсу надо качнуть сила ловкость и телосложения погнали разобрались мы с этим мудаками гляньте там курочка вот и лотеринг как на картинке о ты наконец-то изволил с нами заговорить на меч бросаться передумал я так понимаю неужели так трудно понять ты что никогда никого не теряла вот что бы ты делал если твоя мать умерла ты имеешь ввиду после того как перестала бы дикость какая считаю что я ничего не спрашивал так о чем ты хотел поговорить то алистер наверное своем пупке он его уже долго созерцает что все с тобой ясно ничего странного что у тебя никогда в жизни друзей не было дружелюбие то можно изобразить а вот с умом к сожалению такой фокус не пройдет ладно давайте поговорим о том куда собираемся держать путь ну надо использовать договоры наверно так ну или фергюса давайте фергюса почему правился с разведкой в дикие земли да так говорил король тогда искать его там будет просто глупо либо он погиб либо ускользнул на север умеешь ты утешить я не утешаю просто говорю что глупо кого-то искать когда не знаешь где он а дикие земли перепон вообще тоже правду говорит либо вы найдете его где-нибудь в других краях с другими выжившими либо вообще не найдете так ну ладно надо узнать что мире творится потом решать нам же надо представлять что делать дальше я прав мне кажется что флемет выдвинула неплохую идею все эти договоры ты их вообще видел ну да типа нас интересует три договора с далийскими эльфами с гномами арзамара и с кругом магов муки того я думаю что мы можем положиться на и орла и омона я бы даже первым делом отправился вот я бы хотел бы тоже начинала в путь я даже могу сказать тебе где искать говори здесь катерла и омона в замке редклиф в крайне западной части фералдена рядом с перевалами если там его нет нам скажут куда он отправился шо шо далийский эльфы если мы пойдем на восток по направлению к брасильянскому лесу то сможем разузнать об обитающем там кочевом клане надеюсь они еще там шо гном изи надо поговорить с их королем в разомаре это на западе в морозных горах путь туда будет нелегок но круг магов в башне на озере каленхат это к северу от любят они башня нам нужен первые чародеи кто бы там не занимал сейчас эту должность шо лагент оди если не в походе с армией то вероятно у себя во дворце в дэнериме можем конечно сходить и в дэнерим только что-то мне подсказывает вот я тоже дом рады не будут так смутные подозрения она забрался значит у тебя созрел план так готов идти можно и туда что ж когда будешь готов сворачиваем лагерь и идем в деревню хорошо хорошо курица там сидит как я говорил беженцы коротежков конечно нужно пособирать беженцы здесь кто-нибудь толковый поторговать то можно так ящики хватит на меня глазеть ублюдок я постараюсь я постараюсь деньги беженцам пофигу на деньгам давать или не понимаешь что тебя тут я постараюсь мне приятно общество диких зверей они вонючих а домашних волков что-то там на собаку мою гонишь что у нас заданиями так погибший фрамовник короче у меня тут этих заданий невыполненных сожалению миссионеры извещания не сделал вы надо было вернуться конечно тогда но реально вы ладно нахер у нас еще премиальный контент есть фиг с ним погибший это уж у такое делать активным вот это вот активное задание премиального контента не давайте его сделаем активным потом на эрла реклифа пойдем учиться поддержка разомара магии эльфы ясно все ясно недовыполнял задание но и нахер говорится храмовник если чеш надежное убежище предупреждаем иди дальше если можешь лотеринка причем ты мишину последние два дня к нам с юга потоком текут беженцы таверны и церковь уже переполнены еды в округе не осталось и нам храмовником едва удается кое-как поддерживать порядок лучше попытай счастье в другом месте дружок хорошего спасибо что предупредил я тут хотел назначать любую цену ты наживаешься на их несчастье я скажу храмовником чтобы они раздали людям все товары из твоих повозок ты не посмеешь пусть только кто-нибудь из вас хоть на шаг подойдет к моему добру и я приятно видеть как все работают сообща в тяжелое время греет сердце да да ты вид у тебя бравый не хочешь ли немного подзаработать оказав помощь осажденному врагами коммерсанту твоя бойкая торговля кому-то пришлось не по нраву можно и так сказать но это просто верх нахальство он заломил несу светную цену за товары в которых люди отчаянно нуждаются и набивает себе карманы за счет их крови и слез это торгаши все таки не выжить кто приспособился тот и выживает и все эти кретины поступили бы точно так же ну вот я вот уже так думаю мои запасы ограничены люди сами решают стоит ли мои товары этих денег большинство своих товаров ты купил на прошлой неделе у этих же людей теперь они бегут спасая свои жизни а ты говоришь о бизнесе послушай незнакомец я дам тебе 100 серебряных монет если ты прогонишь отсюда все это отребье начиная со жрицы я просто честный купец и больше ничего мне это вообще не интересно честно но хотел бы торгануть конечно с ним что ж я не потерплю воровство особенно когда к нему призывает вздорная святоша тогда иди и до воздастся тебе по заслугам что порождение тьмы вами подавились купер дяи иначе нельзя было поступить да поможет нам всем создатель ну что ну и прогнали торгаша ой блин тупость 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 даже не могу этот короткий лук взять потому что сиди не выпендривайся в этом замерзла так что-то там ящик еще какой-то грабленный ребенок чё тут привет тебе добрый сэр извини что спрашиваю но не найдете ли у тебя кусочка хлеба или еще какой-нибудь еды а чё произошло то мы думали что в лотеринге нам будет безопаснее что ты привезет сюда своих солдат но на нас напали бандиты и отняли все что нас было еду одежду ручного ягненка моей дочки до нас бедных эльфов никому нет дела ты можешь нам помочь я встретил их они мертвы ты убил их что за славная новость быть может ну бобы голос еще там дружище не знаю как тебя благодарить даже если мы не вернем все что на сотни ли приятно знать что другим такая беда уже не грозит вперед не хотел им денег давать склянка золотая коса черная вера подарок ну скляночек блин 5 выбрасывается как говно второго уровня только поставалась первого уровня чё-нибудь так эти аксессуары так конечно здесь мы всюду по продавать ну бы хорошо но продавать-то некому у нас булыжники физки корень это хорошо куча мешков так здесь дают задание сбойники повсюду написано от имени сэра брайта а эти все кто грабит беженцев ожидает а честные жители путники примесили что в северном лесу есть трибандинские шайки сей скромный проповедник повторяет предупреждение сара брайта для тех кто не хочет стать жертвой берем заданица беженцы беженцы сыра какой-то куча ушков уже у вашего порога они сожрут наши сердца бежать некуда зло покроет весь мир как стая саранчи перестаньте пугаешь детей лучше перерезать им горло сейчас чем обречь на мучение в лапах порождение тьмы что несешь их приспешники уже среди нас вот этот человек несет в себе их омерзительный смрад или вы не видите как бурлить в нем гнусная чернота думает так неужели никому угомонить этого безумца вот и займись этим у меня нет охоты близко знакомиться с его топором нефиг делать видел как черная орда обрушилась на моих соплеменников тьма поглотила болото это исчадье лишь первое из тех что уничтожат нас тебя больно смотреть что произошло моя семья мой клан эти твари растерзали их всех мы уцелевшие бежали сюда но и здесь нам не спастись от порождение тьмы так не будь глупцом порождение ты будешь стоять и кричать тебе это не спасет ничего не можем сделать надежды больше нет мы фирел-дэнсы отбивались прошлом и более страшных врагов так запугать убедить я хочу сказать что ты идиот только послушай что ты несешь надежда всегда есть мужайтесь ты прав нам нельзя падать духом но мы же не можем сражаться что нам делать мы точно так же не можем просто лечь и умереть надо идти на север в донорим и пошли таки вот так вот и все осталось растусовался обрушится на нас я тем временем деньжет немножко поиме так это у нас что здесь церковь церковь мы пока не пойдем но здесь все обследовать тут какой-то заданец у нас есть погибший храмовник убитого разбойника похоже вам не читать записки удальона быть может удален кому скажет кому-нибудь вот и ринге уничтожить разбойников ну хорошо так никуда меня не приводит до что это вот у нас такое держи сюда и на какую-то ты шо здесь орешь так как кто твоя мама очень высокая и волосы у нее рыжие мы все живем на большой ферме пришли какие-то плохие люди с мечами и мама велела мне бежать во деревню вот я и побежал она сказала что прибежит следом но я все жду и жду я все нет и нет пойдем со мной может быть найдем мама сказала чтобы я ни с кем не ходил я должен ждать ее здесь в деревне хорошо так но может церковь люди а на тебя монетку серебряную монету ух ты спасибо очень хороший совсем как мой папа а теперь я пойду поищу маму здесь не обдурил он меня а вот вообще насколько смышленым а баре как думаешь понимают они все что мы говорим какие они эти порождения тьмы ты их видел стрелы так это что у нас бежище дэна страшные беженцы где торгаши шахтер какой-то алисон старейшина побазарим сначала тебе незнакомец ты не знаешь я умею умеет делать капканы зачем нужны капканы те старый барлин сказал что скоро сюда придут порождения тьмы он поставил у себя на ферме капканы я решила что мне тоже не помешает поставить пару капканов на своей земле но барлин хочет смазать свои капканы ядом а мне нужны обычные капканы поставил отравлены еще не добыл так что на его полях попросту полным полно капканов он такой со странностями чем просто не купить а их нету барлин скупил все капканы в деревне и расставил на своих полях извини не умею как-то странно не умею у тебя время кинжал где торгаться шин сундук какой-то деревянный круглый щит у щит как говорится давайте старежды поговорим не прохлопал ушами здесь творится в тех пор как погиб добрый король хайлан через деревню потоком идут солдаты и беженцы я тут старейшина а потому сбилась с ног стараясь чтобы беженцы не дошли до мелкого воровства или чего похуже сэр брайан тот что в церкви занимается обороной деревни и тому подобными делами тебе лучше поговорим но поговорю хорошо так но с тобой надо чем-то поговорить тебе нужна помощь еще разбираю строку смысле в травоведении самом деревнях даже неплохо разбираюсь точно клянусь дыханием создателя ты ответ на мои молитвы в лотеринг приходит множество разных путников и среди них немало больных или раненых мы делаем все что можем припарок не дам в лесах к северу отсюда растут целебные травы если сделаешь пару-тройку припарок я уж наскребу денег чтобы за них заплатить я запишу все что тебе нужно знать на этом листочке больше чем просто растение задание старейшая на мире он попросила вас употребить свои познания в травах на то чтобы приготовить малые целебные припарки 3 припарок будет достаточно короче нам изготавливать надо но я в принципе они у меня уже есть понял сначала нужно изготовить ладно так нас там еще кто-то в тюрьме там походу сидит ты ведь меня в плен не брал мне нечем позабавить тебя человеческое существо этого мы вроде освободить можно оставь меня в покое ты пленник кто тебя сюда посадил я в клетке разве не видно посадила меня сюда церковь стены сбили сада авангарда из народа кунари так и шо ты здесь делаешь меня обвинили в убийстве неужели селяне вам не рассказывали это действительно твоя вина ты спрашиваешь чувствую ли я себя виноватым или в ответе ли я за содеянное чтобы я не чувствовал чтобы я не сделал жить мне осталось недолго какого-то убил ты семью с фермы 8 человек не считает детей хера себе то ужасно согласен и не хотелось бы искупить свою смерть станет для меня искуплением значит ты предпочитаешь умереть я предпочитаю умереть в бою но мне выбирать не приходится преподобная мать не согласится выпустить мне очень-очень важное задание так есть вещи поважнее свободы например честь ну ладно это пока старш всего хорошего раскаивающийся преступник оставленный на растерзание порождением тьмы прелестный обращай к милосердия церкви не правда ли так новое задание узник кунари у нас мешки куча мусора английский корень берем а там опять дебил сосед орет торгаши где торгаши хоть один одного конечно заслал так праздничные подарки какие-то он тринка имперский тракт шо это такое на весь обижать всеми поговорить топор тех физких корней хватает кто там кто там такой горлыки прям здесь ладно хорошо сужаем ячика тоже взговарим к листа вот каком не давай кассажиры припарков отлично вальнули мак крови письмецом вовремя ты приехал очень тебе за это благодарен добро пожаловать отлично купцов как раз искали поздоровайся мой мальчик в наши дни путешествовать дело опасное могу спросить что тебя сюда привело может мы направляемся туда же куда и ты так не думаю что он бы хотелось путешествие компании серого стража стража говоришь что же это многое объясняет не обижайся но я подозреваю что на своем пути ты встречаешь такие опасности которые на естественно чекам не по плечу поэтому мы с тобой простимся и пожелаем удачи в твоем деле до свидания что ж наведем здесь порядок или как так на нем все равно квест висит блин а мы уедем как только мы уедем как только все встанет на свои места что это за квеста на нем висит погибший храмовник что я тебе спасибо за помощь это праздничные подарки какие-то я уж думал торгану щас хрен там а мы уедем как только все встанет на свои места пойдем генлока я уж и какое задание выполнен я не очень понял какое-то было задание выполнено бандиты на тракте да нет редклифф лес башня магов и город за марка ясно на здесь еще не все обошел до конца уродцы завалили я постараюсь твою мать херня какая-то надел завалили путешествие конец короче выезжаем последнюю игру хрен где сохранялся наверное ну здесь вот с этим короче пойду освобожу этих пока на паузе так но я их завалил припарок надел может быть и получится чем давайте повалим этих ублюдков а 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 сохранение вот она она побольше следить за нашим танком так 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 я не понял я не то загрузил что все то очень забросать их гадости плюс кислотой например а у меня же еще сильные целебные припарки 6 парочка используем не че я не могу да я могу хорошо все 5 погнали опять валить этих дурочков разбойник варить подходим тактическое отступление вдохнем там подлечимся и опять наваляем им длина не гонят гонятся за нами крайне мере мобари вот этот хватит подлечим ся вышли они вот эти вот разбойник надо порождение тьмы алистер полечить бакаса не могу полечить ладно все все нападаем чмошника алистер полечить на понял короче если я выбираю то тогда еще не происходит валите его все готов парочки берем не стесняемся принципе что в последневоле завещание ригби древние договоры какие-то гальон рыцарь так вот этих собакасов еще нужно завалить кусай там алистер жирный конечно алистер за за мочи нужно постараться на лажу мобарит на судебная припарка была такая то что так разбойников завалил доска проповедника так уничтожить разбойников с одной разбойничьей шайкой остались еще две ясно так там эрфийский корень собирай ты типа некуда больше на так валим кучка кучка говорится двойка наваляем их а а а Ну да мы наваляем им всём. Чё, тупэ. Опять валят моего. Снежка целебную, нормальную. Давай вот этого-ка. А не, давай этого, давай. Так, чё-то тут игра вылетела. Чё-то не понял. Ну идите сюда, наркоманы. Чё-то, я что своего получается завалил или что, я не понял. Чё-то, я не понял. Ну чё бьёшь там женщину? Пёса, давай-ка устрои. Там видеться больше нечем, поэтому что уж постарайся. Всё. Сообщить проповеднику. Ну это мы и сделаем. Так. Блин, у меня. Шрам останется, проклятье. Ну да, шрам, шрамы будут. Тут предводители всякого гауна кучи. Большой меч, гляньте. Так, надо повыкидывать тогда. Толстый кунарийский шлем. Пятый уровень. Вот так вот. Тяжёлые. Третий уровень. Всё третьего. Так, это нужно, кстати, этому наверно. Не, ну ему среднего, ему не нужно тяжёлого. Ладно. Повыкидываем. Третьего уровня. Глантик. Второй. Тисовый. Так, оружие ж до хера всякого. Так. Кинжал по рождению тьмы. Кинжал по рождению тьмы. Кинжал вообще выкинуть можно. Я ж их продавал вроде. Бundu... Сколько денег, просто так уберу и выкидываю. сбалансированный большой меч говно все все можно можно малую блин что еще кидануть ладно физкий корень экстракты всякого говнища короче меня кому продавать некому ладно я тут побегу еще поищу тогда торгаша на этом серию будем заканчивать здесь уже ничего особо такого делать не буду можно да не только сдам спасибо что смотрели надеюсь понравилось с вами был юра всем с вами уже пока пока